Па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па Эй, всем привет, друзья, меня зовут Дмитрий, это канал Купленов в плей И у нас сегодня The Joy of Creation Story Mode Серия номер... Серия номер... Знаешь, какая? Четвёртый у нас сегодня офис Мы там ни разу с тобой не были Мы там ни разу ничего не видели А это означает, что половину серии будем слушать непонятные английские слова И пытаться их перевести Но, похеру Поехали, послушаем, почитаем Я так понимаю, что офис это самое сложное, что есть в этой игре, потому что... В последние годы, я думал, что то, что я видел, было просто плохое мечом Ум... Но это было страннее, что в этой ночи Даже если я никогда не делал пип, как я был оттуда оттуда, оттуда из ночи, я все равно вибридно помню, слышать мои собственные крички. Что происходит? Что происходит? Короче, только мать спасала вот этих ночных ночных монстров, забирала его, и все с ним становилось хорошо. А так он просто очень сильно боялся монстров в детстве, просто пиздец как. Это очень длинный был рассказ, но всю суть я тебе рассказал. Медведь. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Здорово, ёпты. Так вот, по поводу сложности офиса, я знаешь, почему так сказал? Что ты делаешь? Что ты делаешь? Нет! Разработчик выпускал патчи и обновлял версии пропуска на сайте, потому что там что-то было связано с офисом, а это означает, что в офисе вообще хер пойми, что было, и никто не мог его пройти. Короче, он и орет, смотрит, пытается кого-то найти, кого-то призывает по именам, но никого не видит. Это, кстати, было в The Joy of Creations... Первый, блять, мы бегали от медведя по коридорам. Да-да-да, бегали-бегали. Мы бегали от медведя по коридорам, мы бегали от зайца по подвалу, мы бегали от курицы по лесу. Это всё было-было-было, это в плейлистах, там, посмотри, где-то есть. Так, монстры, монстры вокруг дома, они в твоих трусах, фоналик, оставайся особо с ними. Мы прячемся от монстров, они думают идут к мамке, так мы всегда говорим нам прятаться. Нихуя не понял, но да ладно. Как обычно, будем разбираться на ходу. Будем разбираться так, когда, собственно, вот... Ага, смотри-ка. Охуенное объяснение. Ладно, окей, без проблем. Ладно, окей. Бесполезная хрень. Он сейчас расскажет, что он не понимает, сколько лет прошло, сколько дней, но он не мог выбраться. Я здесь поставил сообщение для себя, чтобы потом послушать и вспомнить, что мне нужно делать. Давай-давай, соберись, тряпка, блин. Это он, это не я. Я использую старый камер, который приходит к мне. Они не пришли в течение времени, но я знаю, что они вернутся скоро. Они становятся импатентными, громче, быстрее. Особенно, особенно Фокси. Фокси. Он и, конечно, он был, конечно, у кого-то из-за frightens меня. Я не знаю, куда он пришел, я не знаю, как он выбросит, но он просто показывает на вход. Я слышу его, он закипает и схватывает рюк, Я просто смотрю его через камеры, и он уйдет, поэтому мне нужно посмотреть его в монетрах. Я думаю, он не любит смотреть, да? Фредди, он здесь, я его вижу. Он не похож на остальные, он просто стоит там, он знает, он не может прийти к мне, он просто ждет. Я не понимаю полностью, но я знаю, что он не уйдет. Если я хочу выйти из этого, я нужно найти его. Я просто знаю, что он, он ключ к этому. Бог, я просто... Я просто не могу остаться здесь. Я нужно бороться за мою семью. Бог, это должно быть так... Он уйдет. Он уйдет, он уйдет. Я... Я уйдет, он уйдет. Я уйдет, он уйдет. Но я нужно попробовать. Если я увидел Фредди снова, я просто открываю его двору и вслаживаю его. Я не могу его держать так, как он уйдет. Я просто надеюсь, что он уйдет. И я с остальными-то чего, дружище? Дружище. Короче. Пробил, встать, да. Смотри, здесь есть Фредди. Он его чувствует. И чтобы отбиваться от Фредди, мне нужен фонарь. Где мой фонарь? Я в душе не еблю. Как пользуется фонарем, я тоже не знаю. Где фонарь-то? Ему нужно светить в глаза. А, вот он, отлично. Ему нужно светить в глаза, пока он стоит, чтобы он... Блять! А, да! Смотри-ка, все! Ему нужно светить в глаза. Кроме того, есть еще лиса Фокси. За ней нужно... Он не понимает, как она приходит, откуда она приходит и когда она приходит. Просто за ней нужно следить и все. Нужно постоянно знать, где она находится, и тогда все будет хорошо. А, бля. Ага, окей. Ну, встань. Тихо. Ах, ты ж собака такая! Он постоянно будет приходить, сука, и стоять, вот смотреть, что ли, на меня. Ты говно, ты понял? Нет, ты говно! Так, окей. Ну и в чем сложность, я не понимаю. В том, что нужно искать лису и при этом при этом... Ах, да. Ах, да. Ах, да. Ах, да. Ах, да. Ах, да. Это что за херня? Ах, да. Ах, да. Ты не заебался ко мне через стену-то лазить, слышь? И что мне с ней делать? Ты сказал про какие-то пирожники, про какие-то... Ах, да. Ах, да. Дала ей пироженки? Да хорош! Вот, вот, пироженки ей нужны какие-то. Все, окей, я понял. Все, заткнись. Так, а где пироженки? Я где их искать-то буду? Так, это ящик открывается, да? В том ящике нашел газету. Нету нихуя. А где еще я могу пироженки найти? Тут что-то еще открывается, нет? Серьезно? Странно. Может они где-то потом появятся? Может они в мусорках валяются? Я же не знаю. Так, ну пока все довольно нормально. Так, я слышал медведь, он где-то тут. Это не медведь. А-а-а, а-а-а, Фокси, сука, шумит собака, когда двигается. Держи! До того, как открыть любые... А-а-а, ты ж сучара. Вот, короче, в чем проблема еще одна, я понял. Короче, перед тем, как проверять медведя, нам нужно проверять сраную лису. У меня три камеры Одна, получается, смотрит за меня Это вот эта, которая вот правая Это вот эти окошки она смотрит Другая смотрит сюда налево Здесь появляется медведь, сука А другая смотрит сюда по центру Здесь появляется странная лиса Кроме того, у меня из стены, блядь, вылазит курица Как странно бы это ни звучало И для нее нужны Для нее нужно искать Пироженки, ой я ебу Открывайся, иди отсюда Все, отлично, испугалась, нормально Короче, пока план понятен Сложности в том, что Вместо того, чтобы прогнать медведя А его нужно постоянно Прогонять, кстати говоря, да, я не понимаю И не могу понять, когда он придет А когда нет Его нужно просто периодически проверять, получается Хорошо, окей, я понял Но прежде чем его проверить, нам нужно проверить Есть ли там лиса Я, окей, пока все хорошо Пока все более-менее доступно, все нормально Окей, хорошо Лису... Съебал, нет Лису, я так понимаю, видно из любой точки камеры Ты ублюдок, бля Лису видно из любой точки камеры Смотри-ка То есть вот так я сажусь Вот так навожу Ее по-любому должно быть здесь видно А само движение камеры Нужно для того, чтобы я Навелся на ее глаза И, собственно, ее прогнал Хорошо, понял Без проблем, окей Осталось понять, где вообще Пироженки могут находиться И где ебать кролик В конце-то концов Тут же как бы их четыре Фокси Никогда Чего-то на сломанных камерах Так, вот это я сейчас вообще ничего не понимаю Где заяц-то? Алло Тут как бы заяц еще должен быть, ну Игра, блядь, про четырех аниматроников Акститесь И, кстати, я еще кого-то призрака, судя по всему, заметил, да? А ты А-а-а Смотри-ка, блядь Вот он как поймал-то Смотри-ка, оказывается Нужно сначала, походу, делал монитор проверить А только потом открывать дверь Потому что, когда я открыл дверь Он, скорее всего, может оказаться уже за другой дверью Ах ты хитрожопая лиса Ты такая паскуда хитрожопая Ты че? Опа Сучара такая Ты посмотри на нее Так, ладненько Вот вставать неудобно Вставать очень сильно неудобно Я проверил тут Да, и тут, сука, медведь Хорошо Теперь я проверю, типа, лево Смотри-ка Садись, блядь, неудобно Проверю лево Лево нет никого Правда, проверю там медведя Встань! Вот неудобно, неудобно Очень сильно неудобно, блядь Я тебе отвечаю Неудобно, правда, ты ста обосраться, как неудобно Садись Проверю зад Сзади все хорошо Проверю вперед Спереди все хорошо Проверю тут Так Куда-то пришла ебаная лиса Хорошо. Судя по всему, там медведь просто спереди. Подожди. Нет! А где медведь? Где медведь? Сука, где медведь? Ах ты ж, блядское говно. А что сейчас было тогда? Что это шумело сейчас? Бляха, в эти камеры ещё присматриваются... Специально сделано, да, чтобы я присматривался в эти камеры, когда они зажигаются? Потому что вначале темно, а потом вроде начинает болеть. Бляха, заткнись со своей Чикой, я в курсе, что... Так, отлично, встань, собака. Проверяем, проверяем, проверяем. Вот это какой-то призрак вообще, это не медведь, нихера. А где? Подожди, как выглядит капкейк-то? Как я мне его искать? Бляха, опять какая-то херня. А-а-а! Опа! На-ка! Как отдать-то? И чё? Там вон что-то лежало, нет? А как ей отдать-то? Ебать, как сложно, слышь! Лиса сзади. Точно! Как я услышал-то? Сставай, 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 медведя надпугать! Так нету больше этих капкейков, где я чё-то возьму? Съебался отсюда, говнёк! Так, ну-ка, в ящики вот тут ещё. Так я же отдал тебе! Что тебе нужно? Отъебись, курица! Отстань, пожалуйста! Я же тебе отдал всё, что мог! Всё, что было, сука, отдал! Что тебе ещё нужно от меня? Я не понимаю! Тебе сколько их надо-то? Объясни мне, тварь! Бля, она вылезла. Капкейки могут по комнате, по кругу. Слушай их скрежеты, чтобы узнать, где они... А сколько их? Или я должен их постоянно искать, серьёзно? Так, смотри, раз место для капкейка. Два места для капкейка, хорошо. За дверью место для капкейка, да, может быть, то, что я вон там нашёл один капкейк. Что ещё? Ах, ты ж пискалинка! Ты посмотри, собака чё делает, а? Про-про-плакат же ещё раз. Ёп твою ж мать, плакат. Да я про плакаты и не знал. Ты, бляха, здорова. Друзья, я могу как-то определять, где это леса ебаная находится в текущий момент, серьёзно. Так, хорошо, капкейки. Получается, пять мест для капкейков есть, да? Окей, пять мест, хорошо. Я реально могу по звуку определить, где находится леса. Мы в первых раз зажили уже до двух утра, получается. Вот я сейчас до двух досидел. И то, если бы я знал, что капкейк ещё может находиться в этом какого-то, за плакатом мы бы выиграли спокойно. Хорошо. Я не знаю, чем этот офис так сложен, но пока всё довольно понятно и довольно спокойно, и довольно примитивно. Это что? Леса? Нет, что за звук был? Сука, непонятные и ненужные звуки меня смущают. Так, она ушла только что, да? Судя по этой херне. Переместилась куда-то, падла. Нет. Так, ладно. Так, ты понял, нет, ты понял, нет, что за херня? Чика, пиро и гейн. Всё, отлично. Я не пойму, у меня пропадчивая игра или чё, какого хера они одновременно появляются? Ты же видел, они залезли сейчас одновременно, один за одним, там друг другу в жопе пёрли. Ну, чё за дела вообще? Так, чика-херика, спокойно. Встань, 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 собака. Так, чика приходит в 2 часа ночи, окей. Раз! Хорошо, один есть. Полезла, падла, полезла, сука. Два, есть, хорошо. Нету ничего, окей. Нету ничего. Подожди, не кипишуй. Так, газета почему-то куда-то пропала. А! Собака такая. Ха-ха-ха-ха. Отлично, 3. 3 штучки надо собрать, да? Тот пришёл, спокойно, спокойно, куда, блядь, не блядь здесь. Иди нахер, я тебя только что на камерах проверял. Чё за дела-то, алё? Ты же видел, я только что проверил вместе со звуком, какого хера она выскакивает на меня, ни с того, ни с чего. О, странное лицо-то, чё делаешь-то, падаль? Насколько я понял, по первому диалогу, никакого определённого звука у медведя нет. То есть, невозможно определить, есть он за дверью, нет его за дверью. Невозможно. Просто нужно постоянно проверять. С лисой, я так понимаю, звуки всё-таки какие-то встречаются. Жалко, что медведь на камерах не отображается. Вот ещё чё херово. Не, ну, внезапно появляющееся лисо, это херня полнейшая. Не должно так быть. Я же проверил её, я же там не было. Неха, вот если не сразу срабатывает, сука, это вообще напрягает. Объясни мне, что я делаю не так? Я специально сейчас перед каждой дверью, к которой я пойду, проверяю камеру этой двери. Какого, блядь, хера? Я сейчас проверил центральную камеру, там никого не было. Я подхожу порвять медведя, мне оттуда вылетает лиса. Ты серьёзно, нет? Что за чудеса? Ха-ха, лиса, завязывай нахер. Это, блядь, не честно! Слышь! Надо скачать патч номер восемнадцать, который исправляет эту херню. Ну, это не честно, я специально же посмотрел, не было тут лисы. В чём проблема-то? Если она за это время умеет подойти, ну, блядь, это бред какой-то. Да, я сейчас пошёл не к той двери, но какая разница? Ну, серьёзно, ну, нет же никого. Сейчас, смотри, пойдёшь к ней, там лиса, сука, сидит-то, посмотри на неё. Вот, звук был. Она пришла назад только что, я тебе отвечаю. Либо назад, либо слева. Хорошо. Допустим! Окей. Допустим. Когда, например, я не слышу звука, я лису могу не проверять, правильно? Тогда помолчим. Помолчим до следующего проигрыша. До следующего пришествия лисы. Вот, видишь, нигде нету. Всё, ждём звука. Это вот чувак, блядь, сейчас. Ну, это не он. Опа, пришла, пришла. Пришла лиса, окей. Будем по звуку ориентироваться. Если лиса придёт без звука, это опять читерство сраны. Чтём. Лезет, сука. Отличный раз. Ща, подожди. Нету. Где, мать, твою последнюю пироженку? Лиса пришла, сука, налево. Всё отлично. Не лезь, блядь, пока. Подожди. Где, блядь, последняя пироженка-то? Алло. Не лезь, говорю, подожди, сука. Где, блядь, какая последняя пироженка? Алло, где она? Ну-ка, не лезь сюда, сказал. Да где она ещё может быть-то? Пиздец, вывалил. Серьёзно? Идите нахер. Какая я всё обыскал? Где я? Какие пироженки? Я вообще этого не понимаю. Что за херня? Ну, с Лисой забрались, допустим. Раз место. Два. Три, блядь. Четыре. А это что за говно? Отсюда, блядь, заяц может прийти ещё, да? Серьёзно? Шторы, ты поняла? Шторы, блядь. А чё бы и нет? Опа, здесь направо лиса, смотри. Блядь, ты посмотри, в два часа приходит курица. Или во сколько она там в час начинает приходить? А в три или в четыре ещё начнёт приходить заяца. Прежде чем прыгать заяца, нужно будет опять прыгать лису. Охереть, хорош. Вот это вы намутили воду. Так, ну ладно, если эта собака постоянно произносит звуки свои, то, в принципе, всё нормально. Без звука, я так понимаю, она не появляется. Это терпимо ещё, хорошо. Ладненько. Пошёл нахер. Не, ну если так, то смотри, логика по идее игры понятна. С какой стороны пришёл? С какой стороны пришёл? А, Чика приходит сейчас, окей. Короче, как только слышишь звук, проверяешь лису. По идее, по звуку можно определить, где эта падаль сейчас находится. Без звука. В принципе, можно без страха проверять медведя здесь, и, я так понимаю, зайца здесь. Окей, она полезла, без проблем. Есть одна, хорошо. О, лисы не было, я её не слышал. Хорошо. Отлично. Замечательно. Так, лиса нигде не приходила. Надо проверять медведя. Окей. Ха! Сучки. Опа, лиса по центру. А, как я? Красавчик. Всё, разготовлено. Опять. Опять стратегия, опять тактика. В этой игре нет ничего сложного, если здесь нет тупого, бесполезного... Нахуй я просто захожу? Тупого, бесполезного рандома, который играет против игрока. Если этого рандома здесь нет, то спокойно проходится абсолютно любой уровень. Ты действуешь, мать её, по тактике. Всё. По тактике. И ничего. Опять ползёт собака. Ты посмотри, видите. Есть. Так, 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 так. Пидорская лиса где-то пришла справа, по-моему. Точно. Только не ползай там, нахуй, слышь. Так, хорошо. Я один подобрал только. Ещё один, хорошо. Один тут должен быть. Какого хера-то, алё? Он уничтожил. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Короче, Бонни, я же тебе сказал, бля, придет еще собака. На него нельзя смотреть. Он ломает камеры. Его нужно просто игнорировать. Все. Блядь. Он там стоял только что, ты видел? Ёб твою мать, это опять он, да? Так, лиса по центру, спокойно. Фокси может... Ты че, охерел, что ли, игратель, создатель? Фокси может, я так понял, приходить... Блядь, во много комнат в одно и то же время. Будь уверен, что проверил каждую из них, когда... В смысле? Прикинь? Не то, что, короче, говорит, это там тыры-пыры, блядь. Так он еще и может приходить во все комнаты разом. Охереть! Какой-то мудак, на которого нельзя смотреть. Какой-то мудак бесшумный, которого нужно проверять. Какая-то падла, которая, блядь, через стены ползает. И какой-то хер, который вообще, оказывается, и не один. Его, блядь, целая куча, он по всем комнатам одновременно приходит. Охерительно! Почему бы и нет-то просто? Ахаха! Бравчу! Я ебал, так нельзя делать. Это же беда. Вот почему офис такой сложный. Он не сложный, он... Блях, он не сложный, но он запутанный уже получается. Но мы до трех засидели, по-моему, уже вот. До трех, значит, в следующей серии, наверное, до седем и до шести. Ссылка на пылес, в описании под видео. Подписывайтесь на канал, на паблик, на твиттер, на инстаграм. Комментируйте, ставьте лайки. Всем до трех, следующая серия, ребятушки. Всем пока. Раньше здесь был мат. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова